Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Во вторник, 4 июня, состоялось заседание профильного комитета по социальной политике. Какие вопросы рассмотрели народные избранники, расскажем в первом сюжете. Депутаты заслушали отчет специалистов управления культуры, спорта и молодежной политики о результатах реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территорию округа в 2018 году. Состоит из подпрограмм и отдельных мероприятий. Для реализации цели подпрограммы в Долиньгорском городском округе осуществляют свою деятельность три спортивных учреждения. Это муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Гранит», «Спортивная школа Вертикаль» и «Спортивная школа Лотос». В трех спортивных учреждениях на 31 декабря 2018 года обучалось 2024 человека по различным видам спорта. Таким как баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, футбол, пауэрлифтинг, самбо, спортивная акробатика, хоккей, шахматы, тхэквондо, плавание, синхронное плавание, водное поло, пулевая стрельба, танцевальный спорт, бадминтон. В целях выполнения календарного плана массовых мероприятий проведено 41 спортивное мероприятие, освоено 332 тысячи рублей. Из них 184 тысячи 110 рублей было потрачено. Это расходы связанные с подготовкой проведением соревнований, подготовкой мест соревнований, изготовлением полиграфической продукции и 147 тысяч 890 рублей приобретения наградной атрибутики. В 2018 году дальнегорские спортсмены приняли участие в 15 краевых и региональных мероприятиях, освоено 583 тысячи рублей. Все индикаторы программы достигнуты. Замечаний от контрольной счеты палаты не было. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 56 миллионов 535 тысяч 328 рублей. Средства были направлены на реализацию муниципального задания в трех спортивных учреждениях. На мероприятие укрепления материально-технической базы бюджетом дальнегорского городского округа было выделено 300 тысяч рублей. Данные денежные средства были пропорционально по равным долям распределены между тремя спортивными школами. И на эти средства были приобретены спортивное оборудование и спортивная форма по некоторым видам спорта. Наиболее значимым мероприятием реализации данной программы в 2018 году было ремонт зала бокса. Было выделено бюджетное сигнование в размере 2 миллиона 377 тысяч 210 рублей. Это были проведены ремонтные работы на выделенном помещении на первом этаже жилого здания по адресу проспект 50 лет октября 36. За счет краевых средств и доли местного софинансирования проведена реконструкция в спортивной школе «Вертикаль». И завершен первый этап ремонта вентиляционной системы в «Лотосе». Также как учреждениям культуры в предновогодний месяц были выделены краевые денежные средства в размере 1 миллион 41 тысяча 430 рублей. Также были распределены между тремя спортивными школами. На них были приобретены светодиодные прожектора. То есть все, что необходимо для украшения зданий и сооружений спортивных школ. Поподробнее расскажу про реконструкцию спортивной школы «Вертикаль». Про деньги, которые были освоены. Это речь идет о 3 миллионах 186 тысяч 250 рублей. В том числе местный бюджет составил 637 тысяч 250 рублей. И краевой бюджет 2 миллиона 549 тысяч рублей. Все мероприятия программы и подпрограммы и отдельные мероприятия, которые были запланированы на 2018 год в рамках доведенных бюджетных осигнований, были выполнены и освоены. В рамках муниципальной программы заложены средства на выезд к месту проведения краевых мероприятий только взрослых спортсменов, ветеранов, трудящихся. Проезд для детей обеспечивают спортивные школы. Конечно, часть финансирования падает на плечи родителей, потому что ни у бюджета, ни у бюджета муниципального учреждения данной суммы нет, чтобы позволить обеспечить весь календарный план выездов на все соревнования. Частично, я знаю, что насколько располагает свои суммы спортивная школа по максимуму, они распределяют денежные средства между всеми видами спорта, которые у них есть. Кому-то дадут автобус, кому-то заплатят за проживание. Но я знаю, что этих денежных средств, конечно, недостаточно, чтобы покрыть весь календарь, где могут принять участие дети. То есть участвуют и родители, да? Конечно, финансовых средств на поездки дети не выделяются, но помощь оказывается следующая. Ну, в рамках, что у нас все-таки бюджет, да, как бы у нас города, помощь какая от муниципалитета оказывается? Это бесплатная поездка до соревнований. Это с помощью нашего автобуса, который сегодня у нас есть в распоряжении управления культурой. То есть этот автобус работает бесконечно, с очень высокой, вообще, вот очень высокая напряженность. Загруженность. Загруженность большая, потому что много учреждений, 5 клубных у нас сформировали, 3 спортивные школы. И, конечно, мы не можем удовлетворить запросы по поездкам. Вот именно мы стараемся в пропорциональном соотношении по запросам, там, сегодня поехал химик, завтра поехал тот. Но участие муниципалитета есть, потому что дорога, она тоже очень много съедает. Это, ну, пробуй довезти ребенка, да. Потом, конечно же, сами руководители учреждений спортивных заинтересованы в развитии своих секций и спортивных видов форта. В ней бюджет идет полностью весь на практически, не на ремонты текущие, не на решение каких-то там таких проблем, а в основном он практически идет на поездки и соревновательные вот этот вот характер. Потому что только, да, только, ну, если будут больше, наши дети должны больше выезжать, чтобы показывать результаты. Потому что мы сегодня являемся спортивными школами, да. И нам необходимо. Поэтому, и, конечно же, участие родительское. Есть участие родительское, конечно. Есть какие-то у нас добровольные даже взносы от родителей, которые они оплачивают в спортивные учреждения. Эти деньги целенаправленно идут только на развитие данной секции и никуда больше. В 2019 году на реализацию федеральных стандартов трех спортивных школам Дальнегорского округа предоставят субсидию в размере 7 миллионов 357 тысяч 991 рубль. Денежные средства будут выделены на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки. Часть направят на поездки юных дальнегорцев на различные первенства. Смотрите, а вот вы промажете какой-то параллель, допустим, вот 2018 год, 2018 год, привлечение молодежи, какая-то статистика ведется, количество... Есть статистические данные, есть отчет 1ФК, согласно которому мы отслеживаем численность, занимающихся физической культурой и спортом, численность детей, занимающихся в спортивных школах. Но я сразу отмечу тот факт, мы уже с 2016 года объясняли, почему у нас падал показатель, количество занимающихся в детской и юношей спортивных школах. Потому что, когда мы были, когда спортивные школы детской и юношей были в образовании, была другая наполняемость в группах. То есть, если раньше у тренера была нагрузка 104 человека, то теперь, согласно федеральным стандартам, у нас идет нацеленность на результат. При наполняемости такой огромной группы детей, результат, ну, это просто массовость. Так что наполняемость в группах теперь только согласно федеральным стандартам и только согласно тех денежных средств, которые мы выделили на муниципальные задания, количество детей в спортивных школах глобально увеличиваться не будет. Да, оно будет, ну, если будут добавлены новые ставки, единицы, дополнительные денежные средства, тогда речь идет о росте. А так нам нужно стабильно держать то, за что мы взялись. Отчеты о реализации муниципальной программы приняли к сведению. Деятельность администрации в сфере развития физической культуры и спорта на территории Дальнегорского округа за 2018 год признана удовлетворительной. Далее обсудили отчет о реализации программы «Молодежь округа» в 2018 году. На 2018 год было у нас предусмотрено по программе «Молодежь Дальнегорского округа» в 2018-2022 годы 1,3255,000 рублей. За 2018 год, надо сказать, что это был год волонтера, и в связи с этим было проведено много мероприятий, посвященных году волонтера, добровольцу. Скажем так, у нас очень хорошие результаты были в проектах, в которых участвовала наша молодежь. Это волонтерская инициатива, это и пропаганда здорового образа жизни, и в мероприятиях, посвященных волонтерам, семинары проходились разные, на которых участвовала наша молодежь и достигла, в принципе, хорошие результаты. Вот, допустим, у нас третье место мы заняли во Приморском крае, у нас муниципалитет, в номинации «Территория добрых дел». Савелий Лещев, школа номер 2, стал у нас победителем краевого конкурса в номинации «Первые шаги» с 14 до 18 лет. Вот этот брали, пожалуйста, ценз. Год волонтера завершился торжественным мероприятием, на котором были подведены итоги. По состоянию на 2019 год движения задействовано 3000 человек. Они активно участвовали в волонтерских акциях прошлого года. Все средства, выделенные на программу «Молодежь», использованы. В этой же программе молодежи сидят, вот миллион, я проговорила, 352 тысячи 55, это общее финансирование, а 660 тысяч, это идет на стурдоустройство. То есть, вы понимаете, что не так, на самом деле, большая сумма, но, несмотря на это, были проведены мероприятия, на которые были затрачены средства. Вот, допустим, это были средства на поставку призов для проведения молодежного фестиваля по дорогам войны 14 075, там 13 228 по дорогам войны и мира, мероприятиям 9 мая, поставка призов ко дню молодежи, полиграфическая продукция, различное участие нашей молодежи в разных акциях, это против курения, против наркомании, где торгуют смертью, то есть, это вся продукция, которая раздавалась ребятам, полиграфическая флайера, которые раздавались на нашей территории, консультировали молодые ребята, нашу молодежь, ну, то есть, профилактическую такую работу вели. Дальнегорская молодежь принимала участие в Приморской лиге КВН. Движение возрождается в округе. Наша молодежь очень, очень тесно сотрудничает с Кавалеровским районом. У нас, соответственно, там проходят также различные мероприятия. И мы детей всех этих довозим, наших ребят, то есть, это в рамках программы это все делается. Были также наши ребята отмечены такими премиями, как поездка на русский остров в Дельфинарии, в Океанариум. Были у нас также ребята, которые отдохнули в океане, из волонтерского движения. Поэтому работа в этом направлении идет, ориентация хорошая именно на молодежь. И хотелось бы увеличение, конечно же, вовлечение молодежи в эти больше мероприятий, вот скажем так, больше интересных активностей на нашей территории. И масштабнее, чтобы мы забирали молодежь под управление, потому что необходимо. В общем, необходимы деньги, денежные средства необходимы. В 2018 году на территории округа прошел спорттур, слет активной молодежи. Эксперты по экстремальным субкультурам провели мастер-классы по стритворкауду, слэклайну, а также танцевальным направлениям хип-хоп и дэнс-холл. Интересно, у нас на территории зарегистрировалась официально общественная организация, как «Дари добро», «Дари добро Дальнегорск», все не слышали. Эта организация абсолютно безвозмездная, к ней подключилось наше волонтерство, тоже помогает эту организацию, поддерживает в плане каких-то там вопросов по организации передержки домашних животных и так далее. То есть как бы подключаем ребят, и они с удовольствием. И очень высокая проектная деятельность наших ребяток была за 2018 год. То есть что это такое? То есть ребята сегодня не просто участвуют, они предлагают свои инициативы. Юлия Юрьевна организует практически там еженедельные семинары на разных площадках образовательных учреждений, где собирается молодежь и предлагает в рамках, конечно, регламента, разработать свой социально значимый проект на нашей территории. И реализовать, то есть не просто его разработать, защитить, но еще и реализовать. Поэтому такой вот интересный опыт у нашей молодежи уже есть. И, соответственно, есть участие в крае, и оно отмечено. Волонтеры работают на городских мероприятиях, помогают проводить акции. Например, свеча памяти, стихи Победы, которые уже стали традиционными на День Победы. Прекрасный фестиваль был за 2018 год, дворовый фестиваль «Моя гитара», где ребята могли все желающие провести такой вот народный фестиваль. На площадке «Березки» он проходил, на площадке проходил Дворца культуры химиков, где все ребята могли себя попробовать и показать свое, скажем так, творчество и обменяться. Ну, вот еще раз проговорю информацию следующую, что за прошлый год поучаствовало 3000 человек, а именно в волонтерском движении 1850. То есть вовлечены, как бы ребята вовлекаются и в большей степени. Выдается ребятам специальное удостоверение волонтера, идет посвящение. То есть молодой человек, он не просто попадает в эту среду, а он уже становится частью города и образ жизни уже настолько вот такой, что уже не может быть зато деятельность. У нас есть ребята, которые до сих пор уже, будучи с нашей территории, уехали, но они до сих пор держат связь и курируют даже вот наше волонтерское движение, какими-то там приглашают на мероприятия и делятся опытом. То есть вот эти вот моменты очень хорошо поддерживает администрация в плане премии главы, когда можно нашей молодежи подать на разные номинации, заполнив анкету, да, и в принципе со стороны администрации этот талантливый, успешный, спортивный ребенок, он будет поощрен. То есть вот такая хорошая форма, надо поддерживать такие. Возможно, может быть, даже увеличить финансирование этого проекта, как стипендия главы. По состоянию на 2018 год в округе проживает 6611 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 15,5% от общего числа населения в округе. Половина проживающей молодежи задействована в волонтерском движении. Депутаты приняли отчет о программе к сведению. Соревнования звеньев газодымозащитной службы среди частей 9-го отряда пожарной охраны прошли 11 июня. Подробности расскажем в следующем материале. Местом проведения соревнований традиционно стала территория 37-й пожарной части. Очередность выступления команд определилась на жеребьевке. В каждой 5 бойцов, один из которых выполняет функцию пострадавшего. Кроме командного первенства, на соревнованиях выявляется лучший газодымозащитник отряда. Участвуют все команды нашего отряда. Это 4 команды. 36-я пожарная часть, 37-я, 38-я и 39-я пожарная части. Соревнования состоят из 6 этапов. Первый этап, первых 2 этапа это теория. Это именно теория касаемо газодымозащитной службы и медицины. Второй этап у нас это первая проверка. Третий этап – бывая проверка. То есть получается третий этап первая проверка, четвертый этап бывая проверка. Пятый этап – это психологическая полоса. И шестой этап – это теплодымокамера. Итоги подводятся после прохождения всех пунктов. Суммируются баллы, вычитаются штрафные очки. Соревнования между частями – первый этап. В дальнейшем команда-победитель примет участие в состязаниях с отрядами из других районов Приморского края. Я являюсь судьей на пятом этапе – это психологическая полоса. Критерии оценки – это, во-первых, правильность прохождения данной психологической полосы. То есть обязательно смотрю, чтобы не было нарушений охраны труда, не было других нарушений по ходу движения звена. То есть по результатам смотрю, где были нарушения, то есть, соответственно, это штрафные баллы. Ну, так, в принципе, задача, главная задача – пройти без ошибок, сбить мишень и принести на финиш пострадавшего. И это надо уложиться как можно за короткое время. Время, в принципе, не оговорено. Чем быстрее, тем лучше. По результатам соревнований первое место заняла команда 37-й пожарной части Дальнегорск. Второе – 39-я из села Краснореченский. Третьими стали огнеборцы из Каменки, 36-я пожарная часть. Звание лучшего газодымозащитника присвоено Александру Зайченко. Поощрение первое место, которое звено займет, та часть, ну, это грамота обязательно. Лучшему газодымозащитнику тоже грамота. Как сказал директор нашего учреждения, что команда, занявшая первое место, освобождается от сдачи полугодовых зачетов, а это именно теории, только теории, практику сдавать будут все. И освобождается от прохождения теплодымокамеры. И, ну, я думаю, по концу года будет также денежно поощряться данная команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дальнегорская спортсменка Алина Росомахина вновь поднялась на вершину мирового шага. Подробности чемпионата мира по пауэрлифтингу в Швеции смотрите далее. В составе сборной России воспитанница спортивной школы «Вертикаль» под руководством тренера Владимира Лапынина Алина Росомахина в очередной раз доказала, что является сильнейшей спортсменкой в мире в своей категории. В первом виде приседания она установила новый мировой рекорд, присев со штангой весом 116 килограммов. Во втором жиме лежа еще один мировой рекорд – 68,5 килограммов. В становой тяге с первого подхода Алина собрала сумму 294,5 килограмма. Серьезно опередив своих соперниц, закрепила за собой звание чемпионки мира. Была еще попытка установить новый мировой рекорд в сумме трейборе, но она не удалась. В итоге золотая медаль за приседания, золотая медаль за жим лежа, серебряная за становую тягу и основная золотая медаль чемпионки мира за сумму троеборья. Отметим, у Алины это был последний год выступлений в возрастной категории спортсменок 14-18 лет. И она смогла собрать в классическом пауэрлифтинге все наивысшие достижения, которые существуют. Она стала рекордсменкой мира и чемпионкой мира во всех видах классического пауэрлифтинга. Первый рекорд мира в становой тяге был установлен в марте 2017 года в Дании на чемпионате Европы. Тогда еще не покорился мировой рекорд в сумме троеборья, но был установлен рекорд Европы. В июне 2017 года на чемпионате мира в Белоруссии она улучшила свой мировой рекорд в становой тяге и установила новый рекорд мира в сумме троеборья. Тогда в первый раз Алина стала чемпионкой мира. В мае 2019 года на чемпионате мира по классическому жиму лежа в Токио Алина установила новый мировой рекорд 70 килограммов и завоевала звание чемпионки мира по жиму лежа. В Швеции была поставлена точка. Установлен новый рекорд мира в приседании 116 килограммов. Также установлен новый мировой рекорд в жиме лежа 68,5 килограммов. Алина Росомахина стала трехкратной чемпионкой мира. Следует отметить, что сборная команда России девушек стала победителем во всех чемпионатах мира, в которых приняла участие дальнегорская спортсменка. Алина Росомахина и Владимир Лапынин благодарят всех, кто помогал и поддерживал их долгие годы. Это наша общая победа, добавил тренер. Телекомпания «Дель ТВ» поздравляет молодую целеустремленную спортсменку и ее тренера Владимира Лапынина с очередными громкими победами. Желает крепкого здоровья, бодрости духа и новых достижений. Алина Росомахина по праву. Гордость Дальнегорска. Около 2,5 тонн камчатского краба и крабовой продукции изъято из незаконного оборота сотрудниками пограничного управления ФСБ и управления МВД Приморья. Причиненный водным биологическим ресурсам, ущерб только по предварительной оценке превышает 25 млн. рублей. Подробности в материале пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Около 2 тонн камчатского краба без каких-либо разрешительных документов сотрудники силовых ведомств обнаружили в ходе совместных мероприятий в микрогрузовике «Хина» на трассе Кавалерово-Дальнегорск. В крытом кузове автомашины находилось множество коробок с вареным деликатесом. В общей сложности в них оказалось порядка 2900 особей краба. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в 20,5 млн. рублей. Еще более 1300 полудалей камчатского краба пограничники обнаружили в микрогрузовике в бухте Руднево в районе базы отдыха «Песочница». Водитель перевозил ценный груз под покровом темноты, едва прикрыв корзины и мешки в открытом кузове тентом. Общий вес морепродукции превысил 400 кг. Причиненный ущерб оценен в 4 млн. 800 тыс. рублей. В отношении водителей, транспортировавших крабовую продукцию, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8 прим. 17 КОАП РФ, нарушения правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономической зоны Российской Федерации или открытом море, проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.